Приветствую вас, вы знаете, я вам так скажу, вот мужчина недаром говорит, что он расстался с бывшей девушкой именно из-за того, что у них были гостевые отношения. Дело в том, что по поведению ваш мужчина сам сознательно или нет, это в принципе не так важно уже, он сознательно создаёт такие ситуации, в которых бы вы оказывались в проигрышном положении для себя. Я не говорю, что он делает это специально, не говорю, что он делает это целенаправленно. Я больше скажу, я знаю, что скорее всего он делает это не специально, но разница вам как бы никакого положительного эффекта от этого нет. Понимаете? То есть мужчина прекрасно понимает вашу ситуацию, мужчина прекрасно понимает, что вы там, грубо говоря, теряете, да, какие-то очень важные вещи вы теряете, да, вы теряете родных, теряете свой привычный быт и так далее, вот. И полностью зависите от мужчины, ну начинаете как бы зависеть от него, да, вот. Что при условии того, что вы до сих пор не обручились, несколько странно конечно, вот. Мужчина это всё понимает, я не думаю, что он глупый настолько, чтобы не отдавать себе в этом отсчёт, но, тем не менее, тем не менее, несмотря на то, что он понимает это, он всё равно ставит вас перед этим выбором. да, то есть он, он, несмотря на это, всё равно ставит вас перед данным решением. И естественно, вы, ну, вот какая вероятность того, что вы выберете поехать с ним, а не, например, там, допустим, остаться, да, вот. Какая вероятность? Очень маленькая. И как бы мужчина целенаправленно, но подсознательно не стремился к этому. Знаете? И если это так, а это скорее всего всего именно так, потому что у него была жена, с которой он теперь, вероятно, испытывает чувство вины, раз хочет купить квартиру. У него была ещё его девушка, бывшая, да, которая до вас, ну, была, вот. То есть все вот эти вот очень важные такие моменты, которые определяют то, что мужчина как бы, как бы боится близости. Ну, или стараются избегать её, вот, по какой-то причине. Ну, пока, скажем так, да, известны только ему одному, вот. Поэтому, в этом плане мужчина прав, да, мужчина действительно прав, он, его отношения разбалят именно из-за гостевых, ээээ, как бы из-за гостевой формы. Но! Кто несет ответственность за гостевую форму? Ведь не вы же, а он. Понимаете? Кто больше всего теряет? Не он же, а вы. И возникает на самом деле такой логичный, на мой взгляд, вопрос. Если мужчина любит вас, допустим, как он говорит, то почему он допускает тогда возможность того, что вам будет плохо? Понимаете, да? Вот. Поэтому ваши страхи, они действительно вполне обоснованы. Ваши страхи, они действительно вполне имеют под собой основания. Так же как и неуверенность в самом мужчине. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, внимание заслуживает то, почему вы боитесь остаться одна в городе. Ну, то есть, связано ли это, например, только с ребенком? Или связано это с чем-то еще? С чем? Я конечно не знаю. Вот. Почему вы и так нуждаетесь в поддержке своих родных. То есть, ну, вы же рожаете ребенка. То есть, вы уже готовы быть матерью. Так почему же вы нуждаетесь в поддержке родных? То есть, мечтаете ли вы это с проявлением своей несамостоятельности? Ну, или в меньшей степени просто самостоятельности, чем, например, она могла бы быть? Далее. Значит, я понимаю вас. Я понимаю ваши опасения. Проблема в том, что мужчине никак не объяснить этого. У мужчины есть своя цель. У мужчины есть свои, значит, ну, желания, свой план. И вот этого плана, он этому плану следует. И вряд ли человек будет что-либо менять. Ну, вот. Ради вас. Тем более, он говорит, что работы другой нет. Тем более, что вы не верите. Мой коллега, он вам абсолютно правильно, на мой взгляд, сказал, что вы уже допустили возможность расставания с ним. И вы уже знаете, как вы будете вести себя, если его не будет рядом с вами. Ну, что вы будете делать? Как вы будете жить? То есть, вам есть кому помочь, вас есть кому поддержать, вас и так далее. То есть, это всё вы как бы решили уже. А это значит, что вы, по сути, теперь ищите оправдание подсознательное для того, чтобы разрешить себе расстаться с мужчиной, ну, может быть, не испытывая чувства вины при этом. Вот. Опять же, я не берусь утверждать, что так оно и есть на самом деле. Может быть, вы действительно думаете, что мужчина, ну, мужчине можно объяснить. Но, в каком случае, у вас есть определённая доля наивности, которая, по моему мнению, маловероятна именно в вас. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужно смотреть просто правду в глаза. Ну, то есть, так как вот это и как оно и есть. И всё, не более так. Вот. То есть, по большому счёту, ещё раз, мужчине объяснить ничего не получится. Потому что у него есть, ну, у него есть свои представления о том, как всё должно быть. Поэтому вам нужно просто, коротко, может быть, лаконично, значит, обрисовать свою позицию. То есть, сказать, что, дорогой, я сейчас, там, как бы, не готова ехать с тобой в другой город, там, где у меня ничего нет, никого нет и так далее. Я не готова, прости. Более малолетний ребёнок. Вот. Ну, я считаю, для себя неприемлемо это поведение. Ни для себя, ни для ребёнка. Вот. Я тебя очень люблю, но, прости. То есть, как бы, это твой выбор, ну, и, то есть, твой выбор. А работа, мой выбор, это, соответственно, ну, заботиться о ребёнке. Вот. И всё. И если мужчина действительно любит вас, то он обязательно найдёт решение, найдёт способ. А если же он относится к вам, ну, вот так, поскольку, поскольку, то, соответственно, вряд ли здесь можно что-либо сделать. Вот. То есть, постарайтесь, постарайтесь вот этот момент понять, что никак не объяснить человеку, который, ну, который не готов слушать, не готов понимать, никак не объяснить человеку, у которого есть своё мнение на этот счёт, но, так сказать, своё, э-э-э-э-э-э-э-э, свой взгляд. Никак не объяснить это человеку. Это невозможно сделать. При всём желании. Как это взрослый человек. Вот. Так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Другое дело, что меня насторожило, да, это то, что вы не в браке, будучи не в браке, соглашаетесь на совместное проживание с мужчиной, это раз. Два, рожает ли от него ребенка, да, и три, это по сути соглашаетесь с тем, что у него есть цель купить квартиру бывшей жене и ребенку. То есть, тут по сути угадывается некое нахождение на второй роли, то есть ваша позиция второй роли, вот. Я не хочу опять же сказать, что это обязательно так, но на мой взгляд было бы здорово, если вы, если бы вы поразмыслили над своей самооценкой. То есть, ну насколько она у вас, какая она у вас, какая у вас самооценка, вот. Над тем, насколько вы любите себя, принимаете себя, уважаете себя, оцените себя и так далее. Потому что, то, что вы согласны, соглашались точнее, на позицию второй роли, это на мой взгляд не есть хорошо. Потому что, это говорит о том, что вы, ну, либо не уверены в себе, либо вы боитесь не только одиночества в городе, а нуждаетесь в поддержке куда, ну, куда в больших масштабах, чем то, что показываете в своем тексте. То есть, ну, вот именно в больших масштабах, то есть поддержка вам нужна постоянно и на более, скажем так, на более глубинном уровне, на более глубоком уровне вам нужна поддержка. Вот. Если это так, то здесь наблюдается психотическое поведение и, соответственно, это психотическое поведение, его нужно корректировать. Вот. Ну, это уже, это уже более такая индивидуальная работа, чем то, что предлагаете вы здесь нам. Да. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные, дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Чтобы было